Приветствую вас! Давайте разберемся с тем, что вы написали. Мне 24 года и 14 лет я встречалась с мальчиком почти год. Встречалась без интима, рассталась по моей инициативе, так как я любила другого. Ну, здесь я, пожалуй, как психолог должен вам задать вопрос. А если вы любили другого, то зачем тогда встречались с этим мальчиком? Для чего? В какую вы цель преследовали? Чем руководствовали? То есть я понимаю, что вы были ребенком, я понимаю, что сейчас, может быть, вы не стали бы так делать и так далее. Я это понимаю. Вот. Но, тем не менее, давайте подумаем, почему так произошло у вас, да? Далее. Практически после десятилетия возрасте, этот мальчик мне написал, что не было и дня, чтобы он не вспоминал обо мне. Ну, вы знаете, действительно, очень часто бывает так, что вот люди не могут забыть, люди не могут как-то вот закончить отношения, да? Они, они, у них, эти отношения все еще живы, живы для этих людей, как бы, то есть вот именно для них эти отношения живы еще, продолжают жить. И я думаю, что здесь у мальчика просто синдром незавершенного действия, то есть ему с вами когда-то было хорошо, действительно. Действительно. Вот. Но отношения завершились ваши. Он, может быть, чувствовал все это время, может быть, знал все это время, что все равно у него есть к вам чувства. Но, как правило, эти чувства, они не имеют под собой такой вот именно, именно реальной основы, потому что это просто незавершенное действие. Ну, как-то так, вот, вы от него ушли, как-то так, как вы могли, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, вот. То есть, он живет с другой девочкой, вероятно, он пытался через эту другую девочку отношения с вами закончить. Вот. У него это, естественно, не получилось, потому что, ну, нельзя заканчивать отношения клин-клинов, это неправильно, да? Вот. Ну, многие люди так делают, что, опять же, это неопытность и отсутствие эмоционального интеллекта, ну, от этого, к сожалению, от этого никуда не деться. Вот. Значит, это вот нормально, да? Далее, значит, объясняю тем, что он хочет, эээ, хочет, так сказать, увидеть и проститься, сопроститься со мной. Эээ, ну, знаете, как здесь, я, эээ, выскажу предположение, что он не совсем, эээ, говорит правду, эээ, вот, говоря о том, что хочет с вами проститься, увидеться и проститься. Ээээ, проститься с вами можно, в принципе, и поговорив по телефону, например, поговорив, эээ, как тут называется, например, по скайпу можно, можно, эээ, поговорить и так далее. Но он этого, этого он, эээ, что интересно, эээ, не делает, да? То есть, такой вариант его не привлекает, ему нужно именно вас увидеть. И здесь, как бы, эээ, ну, не говорю вопрос, почему именно, эээ, почему именно увидеть, и почему именно сейчас? И ответ на этот вопрос, на мой взгляд, эээ, такой, что человек, эээ, сейчас, именно сейчас, переживает, эээ, определенный кризис, своих отношениям, эээ, переживает, возможно, эээ, обсутствие, возможности быть счастливым, и связывает с вами эту самую возможность. То есть, для него вы, ээээ, это, ээээ, та фигура, ээээ, в контексте которой он думает, что сможет обрести счастье. И если человек, эээ, пытается отношения завершить с вами, эээ, сейчас, вот, на данный момент пытается завершить с вами человек отношения, при том условии, что у него есть, эээ, девушка его, да, при том условии, что человек, ээээ, ну, вроде как, вроде как, он, ээээ, занят, да, вроде как, у него, ээээ, есть уже, там, пара и так далее. Это говорит о том, что вы ему нужны. Сейчас, вот, на данный момент, вы ему нужны, и, а если вы ему нужны, а если вы ему действительно нужны, нужны, то, не ограничится все дело, ээээ, вот этой вот встречей, ну, не сможет ограничиться все дело только одной встречей. Скорее всего, человек будет убедать вас в том, что он понял, что вас любил, он понял, что вы ему нужны, он понял, что вы любовь всей его жизни, и вообще он хочет быть с вами, вот. Ну, но при этом, он другой девушкой, которую он, у нас, вроде как, уже не любит, да, потому что он вспоминает о вас, и... Никогда вопрос, если человек может, ээээ, обманывать, ээээ, свою, вот, ну, девушку, да, если он может ее обманывать, то, эээээ, как же он, тогда может, ээээ, как же он тогда может, ээээ, вас, ээээ, вам говорить правду, и можно ли вообще тогда такому человеку верить? И, по моему мнению, по моему мнению, он действительно думает, он действительно считает, что говорит правду, что для него это, это, для него это действительно правда, но вам нужно быть чуточку мудрее. И сейчас у него, с этой девочкой, например, кризис, со своей девочкой, он вспомнил о вас, и вам написал, ээээ, но пусть, ээээ, это, ээээ, останется в прошлом, пусть прошлое останется в прошлом. Знаете, если бы он, ээээ, хотел бы, быть с вами, если бы он действительно хотел бы быть с вами, то он бы нашел, ээээ, способ раньше, ээээ, вам проявить свое внимание, во-первых, во-вторых, а, во-вторых, он бы, он бы, ээээ, не стал бы другую девушку встречаться, то есть он был бы свободен. А раз он не свободен, значит, можно говорить о том, что, вот, человек, ээээ, вот, понимает вас как некого такого, ээээ, ну, спасителя, знаете, вот. Вы же, наверное, понимаете, что вы не должны его спасать от проблемы. Он не исключает, что может ситуация выйти из-под контроля, и это будет полностью его вина. Довольно интересное, знаете ли, изречение, как бы мне показалось. А что, простите, ээээ, значит, что значит, что ситуация может выйти из-под контроля? Это, это, вообще, как, ээээ, понимать? То есть он не исключает того факта, что он сделает что? Эээ, наброс на вас, займется с вами, ээээ, сексом, начнет уговаривать вас, ээээ, чтобы вы, ээээ, были сны, или что? Ээээ, что он вкладывает в это вот, эээээ, понятие, в это понятие, эээээ, в понятие, в понятие того, что ситуация выйдет из-под контроля. А вам что, эээээ, думать, эээээ, по этому поводу? А что вам делать, если вы, например, ээээ, не хотите, чтобы ситуация выходила из-под контроля? А вы, как я понял, не хотите этого и, в общем-то, эээээ, совершенно правильно не хотите. И он говорит, что это полностью его вина, что он готов, эээээ, на себя уже взять ответственность. Это, опять же, такая, знаете, защитная реакция идет. То есть человек не уверен, что он, ээээ, вообще сможет, эээээ, повести себя корректно с вами, и уже готов, ээээ, значит, за это нести ответственность. Хотя, по идее, по идее, еще ничего плохого не случилось, а он уже, ээээ, об этом говорит, значит, у него есть мысли об этом. Значит, он допускает. И допускает, скорее всего, вполне реально, что это может произойти, эээээ, выход ситуации из-под контроля может случиться. Вот я, опять же, ээээ, спрашиваю вас, а вам это нужно, чтобы ситуация выходила из-под контроля? Вы этого вообще сами, ээээ, хотите, чтобы ситуация выходила из-под контроля или нет? На мой взгляд, это очень, ээээ, важный момент. Потому что, если вы свободны, если вам, ээээ, ну, представляется, возможно, ээээ, такую вот авантюру, например, эээээ, затеять, то встретись с ним. Это будет, ээээ, довольно-таки, ну, я бы сказал, весело и интересно, но, наверное, ээээ, это было бы не совсем, ээээ, адекватная, ээээ, позиция. Нет, на мой взгляд, это правильно было бы сказать, что это была бы, эээээ, такая, знаете, полная неопределенность в вашем, эээээ, вашей, вот, жизни из-за этого. Ну, опять же, если вы хотите этого, то, почему бы и нет? Но, опять же, старайтесь, эээээ, учитывать, к чему это может привести, что может стоять за этим, да, чтобы вы, ээээ, сами себе, как-то, вот, ну, не навредили этим поведением. То есть, чего лично вы ожидаете от этой встречи, ээээ, считаете ли вы, что эта встреча, эээээ, например, адекватная, считаете ли вы, что она вам нужна, и не противоречит ли это вашим, ээээ, принципам, принципам, допустим, взглядам и так далее. Ээээ, вот эти все вопросы вам нужно себе задать. Далее, один человек, на самом деле, был мне не безразличен, но детская любовь пересилила. Ээээ, хотелось бы узнать, для чего сейчас, спустя столько времени, и ему это нужно. Ну, в принципе, ээээ, я вам ответил, как мне думается на этот вопрос, ээээ, я вам эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ в отношениях в его отношениях кризис и собственно он пытается этот кризис купировать за ваш счет соответственно если вы не хотите выступать для человека в качестве средства вы выступаете для него именно так потому что если бы он не воспринимал бы вас как средство то я думаю что он бы не стал бы к вам обращаться встречаясь там с другой девушкой например так он это делает и соответственно позволяет говорить о том что у него для вас есть четко отведенное вам место и вы должны эту роль которую он для вас придумал вы должны эту роль опекратить хотите вы этого не хотите вы этого я думаю что его это не очень волнует но объективно давно волнует вас это в общем-то нормально правильно и справедливо если волнует то идти на встречу с ним не стоит так же очень важно чтобы вы ответили на вопрос что у вас сейчас со своей детской любовью вместе вы или нет почему вы придали значение тому факту что мальчик захотел вот с вами встретиться значит он вам не безразличен говорите вы но детская любовь была двух людей любить невозможно значит он вам что-то давал вопрос в том что на этом все надеюсь что помог вам если у вас остались какие-то вопросы или непонятно что-то в моем ответе пишите в личку буду рад помочь если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи